День! Я, Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви» с архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Отец Мелхиседек сегодня выбрал очень интересную тему для беседы, которую мы с батюшкой заранее обговорили. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, Любовь Сергеевна! Дорогие друзья, дорогие телезрители! Ну, собственно, у меня даже, если уж так до конца быть откровенны, у меня, наверное, появились наметки этой темы, а вы ее развели и предложили для передачи. Я вам как-то рассказывала, что люблю путешествовать, это знают, особенно на теплоходике. Ну, и многие обращают внимание на то, что я там на трапезу сажусь, там завтрак, обед, ужин, перекрещусь, уйду, перекрещусь. Да, поблагодарим Бога. Да, поэтому подходит, говорит, ой, а вы что, верующие? Интересно. Ну, да, верующие, или там все. Вот в храм заходите, экскурсии идут, а вы как-то знаете, привычно себя ведете. Но это люди чувствуют, когда человек, собственно, все знает. Ну, да, естественно, конечно, верующие. Как все русские люди. Должны выбрать. Русские – это православные, как говорил Достоевский. Должны выбрать. И начинают задавать вопросы. Мне кажется, знаете, сейчас такая интересная вещь происходит в церкви. Часть-часть какая-то, может быть, неустойчивая ушла, и должна прийти другая волна. Но это нормально, мне кажется, да, что вот люди идут, кому неинтересно, скучно уходят, да, с Бога придут. Идет новая волна, действительно, которые интересуются, которые неравнодушны. Они начинают задавать вопросы, да, а почему пришли, а как, каким образом. Понятно, что люди советского времени не родились, большинство в православных семьях. Да, вот такие, батюшка, вопросы. И, конечно, интересно становится. То есть, вы тогда мне сказали, что, о, это какая-то миссия даже, да, определенная миссия. Как батюшка правильно себя вести и держать с людьми, которые так интересуются. То есть, как с одной стороны не показаться им, знаете, что, о, все знает. А с другой стороны, ну, есть вопросы, на которые я бы не дерзал, например, отвечать, которые все-таки должны отвечать, наверное, не я, а все-таки священники. Ну, есть какая-то миссия, да, существует. Давайте об этом поговорим, может быть, даже несколько бесед посвятим этому вопросу. Люсь, вопрос чрезвычайно важный, потому что мы же все в социуме. Такси, больницы, путешествия, купе, самолет. Ой, я вас перебью. Я тут как раз, кстати, ехала от 14-го на Покров, ехала с дачи, вызвала такси. И такси, а я, ну, храм, я перекрестился. Ой, вы верующие, да, вот в храм, вы в храм живете, да. Ой, а чудеса какие-нибудь, знаете, таксист? Я говорю, ну, знаю, конечно. Ой, а расскажите. Да, так что, батюшка, вот вы правы, и такси, все-все может быть. Поэтому нам апостол Павел заповедует, будьте готовы всякому требующему от вас ответа в вашем уповании, дать ответ скоротостью и благоговением. Будьте готовы. Вникай в себя и в учение, занимайся симпостоянно. Ибо делай так, спасешь себя и слушающих тебя. Тот, кто говорит, говори, как слова Божии. Не всем быть чудотворцами, не всем быть преподобными, не всем быть святыми, говорит святитель Филарет, метапоит Дроздов. Кстати, основатель идеи строительства храма Христа Спасителя. Не всем быть чудотворцами, не всем быть преподобными, но невеждой, но невеждой, не должен быть никто. Поэтому какие-то вещи, конечно, мы должны вникать, уметь объяснить, что интересно. Кто-то из наших мудрых людей, святых, сказал, неверующему доказательства не нужны. Да, безусловно. А неверующему ничего не докажешь. Но какой-то разговор должен быть, какая-то полемика должна быть, диалог какой-то должен быть. И какая-то подсказка, подсказка, какое-то, у епископа Игнатии есть такое выражение, видишь погибающего человека, подай ему конец жезла твоего. А что значит жезл? Раньше не было ни машин, ни такси, только лошадь было средство передвижения. А чаще люди ходили песком и ходили с посохом, потому что с ним было легче передвигаться. И вот он говорит, видишь погибающего человека, подай ему конец посоха жезла твоего. Если он схватился, и ты начал тянуть, и он тянется, тогда вытаскивай. А если тебя начал тянуть, оставь этот посох, потому что ты уже ничего не делаешь, потому что он тебя начал тягивать. То есть вот в этой полемике, кому интересно, с теми разговариваем, тем и объясняем. Еще есть такая мысль. Ученик спрашивает у старца, отче, скажи мне, наверное, самая главная проблема у людей, что они не могут найти ответы на свои вопросы. Он говорит, нет. Чаще всего самые большие проблемы возникают из-за того, что у людей нет вопросов, на которые надо было искать ответы. Надо было искать ответы. И вот мы, наверное, с этого начнем, потому что я предполагаю, что у нас этот будет небольшой цикл. Да, хотелось бы. Ну, начнем мы просто с самого обыкновенного, когда здесь будет заходить верующие, с чего вообще все это началось. Скажите, а вы когда-нибудь задумывались? Вы когда-нибудь задумывались, откуда все это? Да. Откуда вообще весь наш мир, мироздание? И вот здесь можно, для начала разговора, вы же, наверное, стоите на утверждении, что в результате большого взрыва ничего не было, и вдруг все стало. Из взрыва. Как однажды приходит преподаватель в одну аудиторию и говорит, вот смотрите, вся праматерия, праматерия заключалась в одной абстрактной точке. Все вещество, вся плотность вещества, вся энергия в одной абстрактной точке. И рисует это мелом, рисует эту точку. И потом, в результате большого взрыва, вдруг образовались наши солнечные системы, галактики, космос, о котором мы все знаем. И наша солнечная система с Солнцем, с Землей, спутник Земли, Луна, планеты вокруг Солнца с определенной скоростью. Кстати, интересный момент. Вы знаете, что мы вокруг своей собственной оси, Земля вращается, вращается со скоростью 108 тысяч километров в час. Машина, скорость звука 1000 километров в час, а мы 108 тысяч километров в час, вращается Земля. А мы сидим спокойно, все нормально. Не ощущая этого вращения. И называется все это система. Как же может быть целая система спланированная, мельчайше выверенная в своей точности, в своем движении, в своем состоянии, в своей целенаправленности. И вдруг, и вдруг, все это в результате взрыва. Я иногда, когда бываю в школе, и бываю в школе, есть такой у меня шутка или прикол такой. Вот представляете, тут недавно рассказали, ну, сразу говорю, что недавно здесь рассказали. Значит, дома никого не было, коттедж, коттедж. Поступил звонок о том, что произошел взрыв газа, взрыв газа. Приезжают пожарные, вот смотрят, что на самом деле дом разваленный, дом разваленный, ну, горит. Его затушили, его затушили, вот. И когда все уже все вылили, все было потушено, вдруг большой радости видит, вдруг большой радости видит, что стоит газовая плита, газовая плита. На ней кастрюля, на ней кастрюля. А в кастрюле, в кастрюле сваренный куриный бульон. Потому что во время взрыва разнесло сарай, пока летела курица, общипалась, вода из кулера, и вода из кулера точно попала в кастрюлю, а курица попала в кастрюлю. Ребята, как вы думаете, такое может быть в результате случайности или, если это будет 101 взрыв или 10 тысяч из таких взрывов, что-нибудь может сложиться в результате взрыва. Давайте не будем даже об этой сложной вещи. Может быть такое... Так они что ответили? Нет, секундочку. Или еще такое. В результате взрыва разлетелись кирпичи, и когда упали на землю, сложилась фраза «это произошло само». Если миллион раз взорвать что-нибудь, склад с кирпичами. Ну да, но приезжает пожарный, а там дворец. Да, да, там дворец. Или даже склад с кирпичами взорвать, и что-нибудь сложится на земле, какая-то правильная герметическая форма. Чего большого взрыва, да, теория-то большого. То есть разнесло вообще все, что могло разнести. Ну конечно. Да, и вдруг планетки сами собой организовали, и павлины появились. Это называется солнечная система. Чего не может быть в принципе, того не может быть вообще. Кстати, однажды Исаак Ньютон, он был верующий человек. И он все время полемизировал со своим собратом, которой как раз у него была вера в «само». Потому что оказывается, мы верим в Бога, верим в Святую Троицу, а люди тоже верят в Бога. А только название его «само». И он сделал мини из дерева, какие-то пружины, какие-то там на проволоке. Сделал макет, макет солнечной системы в центре Солнца на проволоках планеты. Это приводит в механическое какое-то движение с помощью там рычага. Ну, совершенно примитивно. И движение планет вокруг Солнца, а Луны вокруг Земли. Мини-космос такой. И приходит друг, слушай, говорит, это фантастически. Я тоже себе хочу такую заказать. Кто это сделал? Назови мастера, я заплачу новые деньги. И Исаак говорит, само. Слушай, перестань не разыгрывать. Скажи мне имя мастера. Еще раз тебе уверен, я пишу утром, само все сложилось. Исаак, мы сейчас с тобой поссоримся. Назови мне имя мастера. Само. Он называет имя мастера и говорит, друг мой, но если ты, у тебя хватило логики согласиться с тем, что даже простое из дерева, сделанное под подобие нашего космоса, не могло сложиться само собой. Как ты думаешь, как это произошло само собой в целом космосе? Кстати, космос из греческого языка переводится красота, порядок. Красота, порядок. А вы когда-нибудь над этим задумались, спросите у людей, вы знаете, да как-то не задумались. Ну, вот немножко задумайтесь как-нибудь. А еще, вы никогда не задумались, лежит пыль, 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 пыль. И вдруг это пыль, и вдруг это пыль. Плавающая в воде, плавающая в воде, вдруг начала самоорганизовываться. Самоорганизовываться. Вы когда-нибудь задумались, переход от живого к неживому, от мертвого к живому. К живому. Да, вы когда-нибудь задумались. Это невероятно. Вы когда-нибудь задумались, ничего не было, и вдруг появилась жизнь. ну как же так сказать нам из мёртвого дали из взрыва не изрывы есть теория теория кстати сегодня с ней но я еще в школе еще в школе я ну да мы проходили в школе теорию большого взрыва по физике это по физике я теперь говорю про биологию теория академика опарина 1924 дал интерес я сегодня в интернете набираю на этом строится вообще все мысли материческое не мировоззрение происхождение жизни на земле есть как он как называется ног теория создания первичного бульона утки ищусь я потому что как это теория создания первичного бульона как бульон может из неживого появится вот люблю в это за несколько секунд для этого курица нужно вот за несколько секунд мало того что в самой теории вот проследить внимательно теория создания первичного бульона не теория с ними не кто создал то создание первичного бульона это его теорию да но когда у нас когда на слово идет о бульоне на сразу ассоциации хозяйки конечно я и курица который с какой-то целью с какой-то целью начала его газове до просто он говорит о том что ничего не было молекулы вдруг молекул друг объединились объединились под воздействием в солнце взрывов вот фотоэлементов 5 10 благодаря там ураганом и вихнем каким-то образом каким-то образом они вдруг начали совершенствоваться и начали усложняться спрашивается пыль лежит у нас на столе лежит на столе если мы с вами ее не уберем и не протрем это пыль сколько будет лежать бульона не получится ничего не получится если не приложить к этому усилий если если этого не будет тот кто кто-то делать с какой стати с так какой стати кому то во что-то надо сам организовываться вы можете представить ведь должна была какая-то быть толчок идея кто-то должен это делать и вот о чем она названа названа теория создания не самозарождение потому что если слова сама но создание создатель должен быть это понятно да но представляете то же чек сам себе противоречит но представляет употребляя слова создания употребляя слова создания сада у создания и создать совершенно верно только той такой этой теории был создатель академика парень и и на когда в школе академик до академик да это всего это всего один урок но закладывать закладывать мировоззрение не разобравшись с которым просто пас пошли дальше да так все так все просто не живое живое и дальше потом пошли потом теория революции 5 10 вот этот момент она абсолютно не объясним и гораздо логичнее гораздо логичнее вы верить в творение чем в самозарождение гораздо логичный как гораздо нужно же научно потом почему потому что предполагать первую причину всего а у нас так сказать никто никогда об этом не просто не задними не задумывались кстати не задумывались или какого-то органа нету или слуха нету или чувства нету или нету нету желание 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 задуматься самым серьезных вещах о своей собственной жизни вот мне здесь вспомнился один случай вспомнился одни случаи какая такая музыкальная академия музыкальной академии в европе решила при этом провести социальный эксперимент провести социальный эксперимент выбрали топового скрипача входит в 10 в десятку лучших джошуа белл вот и он вечером свечу спустился в одно из европейских метро и в течение 45 минут в течение 45 минут и сыграл 6 6 самых уникальных композиций наисточнейших это происходило течение 40 45 минут остановилась остановилась из этих тысяч остановилось 20 человек из них восемь из них восемь что-то опустили опустили в футляр из футляра скрипки когда закончилась игра 40 виртуоза в течение 45 минут оказалось что 20 чек остановилась послушать и заработал он заработал за 45 минут 36 евро до этого до этого у него был концерт да это был концерт в каком-то guardian холл входной билет в 1 билет стоил 200 евро входной билет самый дешевый а скрипка на которой он играл стадиварик от стоимостью 3 с половиной миллиона евро если перевести на наши деньги это 150 миллионов 150 уникальнейшие инструменты цены да не имеет как же так могло произойти как из такого количества услышал божественную музыку услышали божественную музыку единицы не учили этой музыки и вот так и так вот по нашей жизни такая музыка с неба такая гармония слева так а такая красота с неба но люди просто бегут бегут и бегут по жизни никто даже не слышит даже не слышит какая возможность представить хотя бы да послушать бесплатно это раз нет а я теперь перевожу это на ногу на на голос и и гармония с неба как кто-то сказал что господь разговаривает с нами языком любви языком любви все для тебя человек все для тебя и языком чудо да языком чудо все для тебя не слушать языком совести языком совести кстати совесть это один был из аргумент из аргументов владимира славьева на лекции который ходил толстой достоевский у него у него один из аргументов был что совесть совесть она никакой эволюции не объяснил мой батюшка извините вас перебью как это было 14 октября на покров то но у меня и верующие не вижу понятно у меня много разных людей в друзьях и все кто звонит из не шибко верующий год слушай чуть странный у вас там произошло но у нас и нашим православных за до года у вас там что-то игра что такой снег выпал 14 октября а синоптики ничего не предсказывали уже снег идет они пишут дождь даже не со снега и высушите так богородица она прогнозов не знает она типа 2 вас на прогнозу погоды вот она показала нам что она все-таки нас не оставляет что будет под под над нами покров да на снегом покрыла не предсказывали вообще да вы знаете да ну конечно то есть просто никто не пока не чудо из таких из таких маленьких казалось бы мелочь но эта музыка музыка но вот он показал же господь что вы там чем он же вы можете сочинять свои прогнозы будут конечно все будет сводиться к случаем совпадением прочее но только почему-то с 14 октябрем это совпало на 3 день была роскошная погода уже было сухо без дождя и даже солнышко выглядывало именно 14 до выпал снег и вот важно важно по жизни по жизни все-таки этот был голос с неба голос не бы слышим больше бачка говорили как-то пункте мы говорили про мрусь оптинского по моему вы меня сейчас поправить если что-то не так припомню он сказал что если если бы иногда господь нас не укладывал на лопатки да мы никогда бы не увидели не было вам да близ паскаль близ паскаль да кстати кстати математик математик философ и верующий человек блины близ паскаль кстати у него есть этот интересный такой момент называется пари паскале пари паскале он говорит если если мы верующие если мы верующие и вдруг окажется и друг окажется что там ничего нет то мы ничего не потеряем потому что мы пытались пытались жить с верой в разум в логику сверху взаимодействие ну если вдруг если друг окажется для неверующего человека что там все есть потом связь тогда чакан тогда человек может потерять все и ничего не приобрести. И поэтому, говорит, гораздо логичнее, гораздо по-человечески выгоднее жить с верой, нежели без веры. Как Дефил Дмитрий Мехал однажды сказал. Во что уверовал? Во что уверовал неверующий? Во что уверовал неверующий? Это очень правильно, что это тоже вера. Он уверовал в абсолютный ноль. Зеро. Да, если нет, ничего. Уверовал в абсолютный ноль. Как у Гоголя, да. Зеро игрок. И поэтому для верующего доказательства не нужны, а для неверующих доказательства иногда и не действуют до тех пор, пока он не столкнется с самой главной проблемой. Когда он не подойдет, не подойдет. Когда он говорит, все объяснила наука. И все объясняет наука. Что интересно, наука до сих пор, наука до сих пор, и никакая, и никогда, и ни в какие времена, и ни в каких государственных философиях коем-нибудь христианства не объяснит. А смысл смерти в чем? А в чем научность смерти? Когда мы говорим от простого к сложному. От простого к сложному. Как тогда получилось? Вот в утробе матери, здесь на земле, а потом надо от простого к сложному, и вдруг, и вдруг. Обрыв. Ноль. А мы говорим, да. От простого к сложному. Чаю воскресенье мертвых и жизни будущего, и жизни будущего века. Поэтому и получается, гораздо перспективнее, гораздо радостнее жить с перспективой, жить с пониманием, что мы, что мы творение Божие. Что у нас какая-то, какая-то задумка у Бога, о каждом из нас. Что жизнь, жизнь и смерть, и воскресенье каждого из нас, оно будет, это будет продолжение жизни, будет продолжение жизни. Чем верить в то, что жизнь это случайность совпадения обстоятельств. Что мы появились, зачем-то здесь появились, и неизвестно зачем. И неизвестно куда мы пойдем, если предположительно, хотя бы на одну секунду, что нет Вечности, нет Творца, нет Бога, не было воплощения, не было воскресения, с такой верой, с такой верой в ноль, жить гораздо сложнее, и бесперспективнее, и неприятнее. Как однажды Федор Михайлович сказал, жизнь, жизнь, без веры, без веры, в бессмертии своей души, и жизнь будущего века, бессмысленна, бесцельна, пуста, и невыносима. И будем Бога благодарить, что Он нам дал свет разума. А когда говорят, что наука и религия несовместимы, москвичи знают, что первое здание университета имени Ломоносова, находящаяся на Моховой, имело, имело храм, святую, и имеет храм, домовый храм, великомученицы Татьяны. У нас там был театр, когда я училась. А на фасаде, с золотыми буквами сейчас написано «Свет Христов просвещает всех». Ну да, я помню то время, когда это был театр. Сейчас философский, и факультет филологии остался в этом старом здании. Был театр студенческий, знаменитый театр Московского университета. За свет разума. А теперь свет, да. Будем Бога благодарить день и ночь, что мы Богом в этом вопросе веры и надежды просвещены. И самое главное, что у нас вера и лигия, она Бога откровенная. Бог сам о себе нам рассказал, начиная с Светкого Завета, начиная с Нового. И самое главное, что это настолько было сильно, что существовал период до нашей эры и период нашей эры. Христос принес жизнь, смысл, веру и перспективу, перспективу вечности для всех, для всех, уверовавших в него. Башка, огромное спасибо. Очень было интересно. Это начало. Да, я рада, что это только начало. Будем продолжать. И давайте, да, попросим зрителей присылать вопросы. Очень интересная тема. Под теми. То есть, что чаще всего задают вопросы неверующие люди, которые хотят верить. Хотели, хотели, да. Это люди, которые... Мы поможем. Да, спасибо большое. Что ж, ну, жду новых встреч. Спасибо. Я, Любовь Иоакильевна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами. Все, кто смотрел программу «Таинство церкви» с Архимандритом Милхиседеком, желаю вам здравия душевного и телесного. И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Продолжение следует...